Фестиваль «Мавляночка». В Бердянском городском центре культуры и искусств более 500 школьников. В фойе их встречают мастера декоративно-прикладного искусства. Предлагают сделать обереги. Сейчас я плету в народном стиле краслет шамбала. Сейчас среди молодёжи очень модно. Я буду плести замок к этому изделию. Складываем параллельно две линии и фиксируем другим шнуром, который лежал в основе. Завязываем. Попробовать сделать что-то своими руками смогли все без исключения. Я делаю сейчас фенечку, плету фенечку из оклассных лент. Потом, я думаю, она пойдёт нашему защитнику, который защищает наши города. Эти обереги и поделки выставили на благотворительной ярмарке «Подарок защитнику Украины». Ксения Проценко выбрала те изделия, которые ей нужны в работе. Придбала выруби для своего класса. Потому что я классный руководитель и хочу сделать выставку для своих дедушек. Придбала выруби, связанные с Украиной, с украинскими символами. И я думаю, что деньги, которые я поклала в скриньку, они будут не даромно вытрачены, а пойдут на помощь нашим бойцам, на защиту нашей родной земли. Вырученные на ярмарке деньги передали бойцам национальной гвардии. Дмитрий Решетила недавно вернулся из зоны АТО. Говорит, там всегда ощущал поддержку жителей Бердянска. Это морально тяжело. И браслеты, вышиванки, какие-то там варенья какое-то приятное. Бердянск, украинский флаг. Это цепляло. Очень приятно. Мурашки до сих пор идут. Бойцы нацгвардии – почётные гости фестиваля «Мавляночка». Меня очень вызывают уважение. Особенно, когда я на них смотрела. Мне так хотелось тоже примерить и пойти защищать свою родину. На сцене Марк читал небольшое четверостишье. Перед выходом с трудом сдерживало волнение. А в завершении фестиваля представителям Национальной гвардии передали оберег «Мавляночка» – символ единства всех национальных обществ Бердянска. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5.